Замкла, репортаж Марины на Умбай. Всю ночь оперативные службы пытались справиться со стихийным векцием, прочистить городские гидротехнические системы. Однако к утру стало ясно, что добраться до работы горожанам будет непросто. Те, кто успел, подготовиться надели резиновые сапоги. Большинство натянули на ноги салопановые пакеты. В подвалах вот так стоит, вот так. В подвалах вот так стоит вода. Это вообще ужас. И я еще более-менее... А вчера я за клево не мог садить. Из-за резкого потепления, когда температура воздуха поднялась до плюс шести, началось обильное таяние снега. Городские ливневки просто не смогли справиться с таким количеством талой воды. И в считанные часы десятки улиц и автомагистралей Калининграда затопило. Повсюду в городе дежурят спасательные бригады. Полностью затопило первые этажи десятков жилых домов. Всю ночь и все утро спасатели помогали пострадавшим горожанам. Чтобы люди смогли добраться на работу или в магазин, их приходилось выносить из квартир прямо на руках. Там работают наши спасатели с лодками. Организование принципального образования доставки людей на автобусах, на машинах. Если кому необходимо, на работу, либо в магазин. Глава Калининграда поручил под готовить жилье в маневренном фонде на случай временного отселения людей из затопленных квартир. И в случае необходимости организовать лидер специализацию. И вот сейчас пошла вода уже в комнаты. То есть мы уже все вот поубирали. Где мы ждем, чтобы к утру, мы не знаем. Транспортные магистрали превратились в лужи, с которыми десятки машин так и не смогли выбраться. Пришлось изменить маршрут общественного транспорта. Но ситуацию это не улучшило. Здесь мелочь тоже плавал. Я простоял час пробки, а надо было час тоже пробки. Ну а что делать? Пришлось ехать. На мокрых транспортах произошли десятки аварий. Повсюду в лужи заглохшие машины, которым с трудом может подъехать эвакуатор. Вода, если поводит двигатель, то все. Порсюмую менять. Это все полностью. Губернаторы и представители регионального МЧС совершили облет территории области. Теперь решим мы ежедневно отслеживать поводковую ситуацию. Из-за наводнения частично затопленные железнодорожные пути. Ремонтные бригады пытаются наладить работу автоматики. Поезд плывет. Сейчас продолжают движение по графику. Буквально час назад, когда МЧС и коммунальные службы закончили освобождать от мусора ливневые колодцы, вода ушла в большей части городских территорий. Однако, в дальнейшем субтитров улучшение погоды не предвидится. По прогнозам синоптиков, на Калининград надвигается ураганный ветер. Марина Наумовна, Владислав Котяков, Александр Наумович. Амбалки.